Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучим Новый Завет. Осталось две книги. Закончить Лука, Евангелие от Иоанна. Остальные все уже начитанные. И вот Новый Завет. Это наше издание. Показывает трехтомник. Каждый том 752 страницы. Видите, как с закладками. Ну, видно, как они изданы. Книги эти в больших библиотеках. В библиотеке имени Ленина. Даже в государстве, в датской библиотеке сказали, там даже, говорит, сразу же, говорит, показали, где находится Королевская библиотека, туда. Но кто там будет читать, ничего не знаю. И в них, в этих книгах у нас Гюставо Дорре раскрасили. Иллюстрации. Посмотри, какая красота. 230 картин. По 80 картин в каждом томе. И вот мы сейчас дальше читаем. Давай. Номер 21. Лука 20, 41, 47. Он же сказал им, Как говорят, что Христос есть Сын Давидов, а сам Давид говорит в книге Псалмов, Сказал Господь Господу моему, Сиди, одеснуй меня, да коли положу врагов твоих под ножи ног твоих. А что-то правильно так Сиди пишется через Е, да? Да, Сиди. Так и написано. Итак, Давид Господом называет его. Как же Он, Сын Ему. И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим, Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствие в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и велицемерно долгом молятся, они примут тем большее осуждение. Но некоторые из этого берут так, что нельзя нигде быть на собраниях и нельзя нигде там приветствовать. Ну и то есть такое. Тут написано, ради чего они это делают. Долго молиться. У нас длинное богослужение. И написано там, Захария, говорит, замедлил, и народ стоял. Это не одна минута была. Дальше. Толкование Фефилакта. Давид говорит, называет его Господом. Солом 109.1 Как же он простой сын ему. Он был и сын Давидова по плоти, но вместе и Бог его, а они считали его только сыном Давидовым. Поедает домы вдов, наполняя чрево и расточая за пределы должного. И предлог тому как бы благоговейный. Ибо под предлогом молитвы и душевной пользы они учат не посту, но пьянству и чревоугодию. И зато, говорит, примут тем большее осуждение. Потому что не только зло делают, но и прикрывают он и молитвой. И вид у них благоговейный. Добродетель они делают предлогом к лукавству. Поэтому они заслуживают и большее осуждение. Так как добро подвергает борецания. Вдовиц должно жалеть. Они входят в домы их. Затем будто бы, чтобы долгими молитвами благословить их. Вот как. Между тем вдовицы принуждены, бывает, по случаю их посещения, делать издержки и таким образом разоряться. Это прямо православное. Это я не знаю у кого еще такое. Есть настолько ярко, выпукло все это. Лука 21.1.4 Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары своей в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все эти от избытка своего положили в дар Богу. А она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Бог смотрит не на то, что ты дал, а на то, что у тебя осталось на руках, когда ты уже отдал. Толкование. Было священное сокровище, уделяемое боголюбивыми. Удаляемое. Удаляемое боголюбивыми. Да. Которое употребляли на поделки и поправки в храме. И вообще на украшение храма и на пропитание бедных. Но в последнее время священники и это сокровище обратили в торговые обороты, разделяя оно между собой, а не употребляя на то, на что определено оно первоначально. Господь вдовицу хвалит больше всех прочих, потому что она от скудости своей повергла все свое состояние. Повергла. Ибо две лепты, по-видимому, иничтожны. Но у кормившиеся милостыней они составляли всю жизнь, ибо вдовица была нищая. Итак, Господь воздает награду, обращая внимание не на то, сколько дается, а на то, сколько остается. В домах богачей, принесших немногое и невеликое, оставалось гораздо больше, а у ней дом весь опустел, и в нем ничего не осталось. Ибо с верой нужно приносить и добрую совесть, то есть жизнь беспорочную. И кто с ними приходит к Богу, тот, кажется, полагает больше всех тех, которые богаты учением и обилуют языческими добродетелями. Это интересно. Люди просят деньги, все время нищие, целыми днями стоят. Оказывается, в Москве другие, они с них берут, специально мафия работает, собирают, а иначе там задолбят, что угодно сделают и убьют. Они определенный процент отдают им, что собирают. Но они там какую-то рекламу не ищут, но это объявления разные, ну, все это мерзость такая, говорит даже боязно. И вот есть люди, которые знают Писание. Я встречал такие, она знает Писание, она из пятидесятников. Но обеднела, стала расположена к православию и приходила, около храма садилась. И она глаза не поднимала. Руку протянет, вот так вот сидит, глаза не... И ей положат, купить кирпич хлеба, она как положили на кирпич хлеба, ну, кирпич, шестнадцать копеек раньше стоил-то, Валя ее звать. А она сразу же вставала и уходила. А зачем? А мне уже хватит. Потому Писание знает, Бога боится. Еще сын большой, он придумал, там рисует разных индейцев, на этом замкнула его, и он, ну, как компьютерные игры были, там, по книгам-то. И она кормила его еще. Если больше положили, ну, допустим, она руку протягивала, а ей положили там пять рублей, а это много больше. Она старалась в магазине или как-то, то ли разменять или как, и заходила в храм и в кружку опускала остатки и уходила домой. Вот я видел таких людей. Дальше. И тогда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами. Он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому поднадлежит быть прежде, но не тот час конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Толкование. Когда некоторые хвалили здания храма и вклады, я думаю, что они говорили о резных и изваянных произведениях, например, о пальмах и херувимах. Третье царство 6.32. Это, быть может, и называли. Господь ни на что не обращает внимания, но предсказывает разрушение их. Чтобы они не слушались лжепророков, имеющих прийти прежде его пришествия, будут войны и смятения, ибо по прекращении всякой любви, естественно, будут иметь место войны и смятения. В следствии войны наступят голод и мор. Мор от испорченности воздуха от трупов, а голод от невозделывания полей. Некоторые понимали так, что голод, мор и прочие бедствия будут не при кончине только века, но и во время пленения Иерусалима, ибо Иосиф Флавий говорит, что по причине голода были ужасные бедствия. Решительно можно понимать вообще о времени кончины мира и пленения Иерусалима. Лука 21, 12, 19 Прежде же всего того возложат над вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут перед царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возможут противоречить. Вот мне это говорили, когда меня судили, но я знал уже решение вынесено, каким вопросом, я по этим вопросам приготавливал места, писания. Так оно написано, не надо думать, не думать, когда тебя взяли и повели, там где-то арестовали. А тут суд идет все под запись, и мне необходимо было показать, у меня один работал, он даже сумел подать, что об этом говорили, на каком съезде большевиков, какая вера, свободы, законы. Я это все представил им на суде. Так, я дам вам им и так, которые не возможут противоречить, не противоставить всех противящихся вам. Противостоять. Противостоять. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Толкование. Прежде всего того, что имеет случиться при кончине мира, или и при пленении, ибо, как я сказал, он с речью о кончине соединяет речи и о пленении, возложит на вас, то есть учеников моих руки. И действительно, прежде пленения Иерусалима, апостолы изгнаны были из него по особенному усмотрению Божию. Именно, чтобы все ужасы обрушились только над распинателями. А они, то есть апостолы, наполнили весь мир проповедью. Были также приводимы апостолы и предцарей, и правителей. Например, Павла обводили к Фесту, к Агриппе, к самому Кесарю, Деяния 25.6, 26.32. Обратилось же это для них в славу свидетельства. Поскольку же они были люди простые и не ученые, то чтобы они не смущались тем, что от них будут требовать отчета мужемудрые, говорит, чтобы они об этом нисколько не заботились. Вот об этом речи, это не то, что когда меня судят, у меня в руках есть возможность книги достать, ими же их законами, и показать, что они не правы. Ибо вы от меня получите вместе премудрость и благоречивость. Так что все противящиеся, хотя бы соединились заодно, не возмогут противостоять вам ни по мудрости, то есть силе мыслей, ни по красноречию и ни по грешительности языка. Часто иной искусен в составлении умозаключений и находчив мыслях, но при шуме скоро смущается, и оттого во время речи к народу все перемешивает. Но им, то есть апостолам, в обоих отношениях дана была благодать. Поэтому и священники изумлялись в необычайной мудрости Петра и Иоанна, зная, что прежде они были люди простые. Деяние 4.13. А Павлу Фест говорил, с ума сошел ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Деяние 26.24. Салон 54.13.14.40.10. Вы будете спасены, и ни малейшая частичка ваша не пропадет, хотя многими будет казаться, что пропала. Только нужно терпеть, ибо терпением вы можете приобрести ваши души. Враг приступает, как бы с намерением взять в плен, и старается захватить ваши души, наведя на вас бедствие. Но вы вместо серебра дайте терпение, и этим выкупом приобретете ваши души, и не потерпите в них вреда. Лука 21.20.27. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходит из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосами в те дни, ибо великое будет обедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет опираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумения, и море вас шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и слабой великою. Силы небесные поколеблются? Я спрашивал Баптиста, других, ни один не может ответить. Это означает, что ангелы, архангелы, как Ефрем Сирин говорит, будут прятаться под колеса Божьей славы, от страха. Но когда на глазах людей отрезают головы и прочее, то как это? Херувин и Серафимы будут страшиться, как человек отсылается на вечное мучение. Толкование. Теперь самым ясным образом Господь говорит о пленении Иерусалима. Находящиеся в Иудее, говорит, пусть бегут в горы. Те, находящиеся в окрестностях, пусть не надеются, что их сберегут стены города, но и те, кои будут внутри города, пусть выходят из него вон. Потому что это будут дни отомщения, чтобы исполнилось написанное. Особенно в книге пророка Даниила, 9.26.27. Горе беременным в те дни, ибо они по причине тяжести чрева не могут бежать. И питающимися отцами, ибо по причине сильной любви к детям, не могут они не оставить их без присмотра, не увезти их с собой. Некоторые говорят, что Господь сим намекает на заклание детей, о котором рассказывает Иосиф и пророчествует Еремия. 11.22. Он ясно говорит здесь о кончине мира, ибо выше говорил, что Иерусалим будет окружен и попираем язычническими войсками, а здесь говорит о наступлении бедствий для Вселенной, ибо силы небесные поколеблются. 12.22. Что я говорю, говорит он, что при изменении всей твари смутятся люди, самые ангелы и первейшие силы смутятся и ужаснутся при столь страшных переменах во всем. 13.22. И тогда увидят Сына Человеческого, кто все верующие и неверующие, грядущего на облаке, то есть как Бог, силой и славой великой, ибо тогда и Сам Он и Крест Его возблистает лучше солнца, всеми будет признан. 14.22. Лука 21.28.33. 15.23. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им прищу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. 16.25. Когда они уже распускаются, то видя это, знайте сами, что уже близко лето. 17.25. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. 18.25. Истинно говорю вам, не прийдет род сей, как все это будет. 19.25. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут. 20.25. Как первое пришествие Господа было для воссоздания и возрождения душ наших, 20.25. Так второе будет для возрождения наших тел. 21.25. Поскольку души умерли прежде, через прислушание, а тела самым делом подверглись смерти спустя 900 лет после прислушания, то и возрождаются они и улучшаются последовательностью души через первое пришествие, а тела через второе. 21.25. Поэтому и Господь говорит, когда это начнет сбываться, вы, отягченные тлением, восклонитесь и пользуетесь свободой. 21.25. Ибо настанет искупление ваше, то есть совершенное освобождение обоих, то есть души и тела. 22.25. А что такое восклонитесь? 23.25. Может, восклонитесь? 24.25. Да не поклонитесь, а восклонитесь. 25.25. Это означает распрямитесь. 26.25. Это совершенно другое. Ты вниз его горбатишь, смотри, как говорит, отягченные тлением, отягченные восклонятся. 26.25. Я понял, я понял теперь, я понял. Так, предлог, кажется, именно указывает на совершенное избавление от тления, каковое получит тогда и тело, благодати Господа, упраздняющего последнего врага, смерть. 1 Коринфянам 15.53.57.26. «Ибо Он упразднил начало и власть и искупил душу. Оставалась еще смерть, которая питалась нашими телами. Упразднение Оны будет причиной нашей свободы и искупления». Смерть питалась нашими телами, как будто видишь какого-то вампира, который где-то. Такое выражение интересное. При исполнении сего Царствие Божие тотчас настанет. Как смоковница, когда на ней распускаются листья, указывает на приближение лета, так и появление сих знамений и преобразование вселенной служат признаком того, что наступает лето, то есть Царствие Божие. Для праведников, наступающие именно как лето после зимы и бури. Между тем, для грешников тогда настанет зима и буря, ибо они настоящий век считают летом, а будущее для них – буря. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Родом называют не тех, кои тогда жили, но все поколения верующих. Ибо Писание называет иногда родом и тех, кои сходны в нравах, например, «таков род ищущих его» – Псалом 23,6. «Поскольку он сказал, что имеют быть смятения и войны, и перемены, как в стихиях, так и в самых предметах, то чтобы кто не пришел к мысли, не рушится ли когда-нибудь и христианством, он говорит, нет, род сей, то есть род христиан, никогда не придет. Небо и земля изменятся, а слова мои и Евангелие мое не рушатся». Род – все, и люди понимали, род – это вот 20-50 лет, а он говорит, род христианский, христиане будут до конца. «А прибудут навсегда, хотя бы и все, все поколебалось, и вера в меня не оскудеет. Отсюда видно также, что церковь он предпочитает всей твари, ибо тварь изменится, а ведь церкви верных, равно из его слов и Евангелия, ничто не погибнет». Лука 21, 34-36 «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не спасти к вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Толкование «Но против всех бед есть сильное и противодействующее средство – молитва и внимательность к себе, ибо всегдашняя готовность и ожидание кончины может все это победить. «А она будет у вас под тем условием, если вы будете бодрствовать, и сердца ваши не будут отягчаемы объедением, пьянством и заботами житейскими, ибо день тот не придет с наблюдением, но неожиданно, тайно, как сеть, захватывающая невнимательных к себе. День он их захватит сетью тех, кои ведут жизнь беззаботную и праздную, ибо они именно суть сидящие, и они попадаются в сеть. «Но кто деятелен и трудолюбив, бодр на совершение добра, не всегда стремится к добру, не сидит и не успокаивается земными предметами, но возбуждает себя и говорит себе, «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть вместо покоя»» Михей 2.10 «И желает лучшего Отечества. Для того день он и не есть сеть и беда, но как бы праздник. Поэтому нужно бодрствовать и молиться Богу, чтобы нам можно было избежать всех будущих бедствий. Каких же? Быть может, во-первых, голода и мора, и прочих, которые ей избранных не так будут отяготеть, как прочих, а напротив, избранных-то ради сократятся, и для прочих. Может быть, во-вторых, тех, которые навеки наступят для грешников, ибо мы не можем избежать он их иначе, как только бдением и молитвой. Поскольку же для великодушных недостаточно избежать озлобления, но им нужно еще получить благо какое-нибудь, то сказав, чтобы вы могли избежать всех будущих бедствий, Господь присовокупил и предстать пред Сына Человеческого, в чем и состоит наслаждение благами. Ибо христианину должно не только избегать зол, но и стараться получить славу. А то, чтобы стоять пред Сыном Человеческим и Богом нашим, есть ангельское достоинство. Ибо сказано, «А ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего» Матфея 18.10, Лука 21.37.38. «Днем он учил в храме, а ночью выходя проводил на горе, называемой Елеонскую, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать». Толкование. «Его». Евангелисты, особенно, три первые, не предали, не передали очень многого из того, чему учил Господь. Правда, и сам Иоанн умолчал об очень многом. Однако ж, он сверх того, что передали трое, изложил некоторые высшие уроки Господа. «Господь, как можно догадываться, многим и высоким истинам учил собирающихся в храме. Что евангелисты сказали немногое, ибо они не желали объявлять его, это видно, как из многого другого. Так немало можно заключить осем, и из того, что они, тогда как Господь учил почти три года, записали так мало его уроков, что, по моему мнению, не заслуживает порицания тот, кто сказал бы, что их можно было бы передать менее, чем в целый день. Итак, святые евангелисты из многого написали немногое, чтобы лишь только передать вкус сладости. Господь говорил не со всеми одинаково, но каждому предлагал полезное. Поэтому народ с утра приходит к Нему, и во благодать изливалась из уст Его, а ночью Господь удалялся на гору, показывая нам, что во время тишины ночной нужно беседовать с Богом. А днем, во время столкновений с людьми, приносить им пользу, и ночью собирать, а днем раздавать собранное. Сам Он не нуждался в молитве или в общении с Богом, ибо сам будущий Бог не имел в чем бы Ему смиряться. Но для нас положил это в образец, чтобы мы во время ночи, подобно колодезям, забирали в себя сток из духовных жил, молитвы о днем из нас, и вычерпывали бы те, которые нуждаются в полезном. Смотря на то, как тогда народ с утра приходил к Иисусу слушать Его, иной сказал бы, что к Нему идут слова Давида. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. Псалом 62.2 Лука 21.22.1.6 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа. Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, которого из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и согласились дать Ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать Его им, не при народе. Палкование. Никто не надейся на самого себя, но будь внимательен к своей жизни, потому что имеешь страшного врага. Что за истинный ученик тот, кто воровал опускай мавьящик? Иоанна 12.6. Таким образом, Иуда принял вошедшего в Него Сатану и согласился предать Иисуса с ищущим Его. И это означает слово обещал, то есть окончательно заключил условие договора. И искал удобного времени, когда бы застать Его и Иисуса без народа, то есть наедине, и предать им. Начальниками называют здесь начальников надзинать зданиями храма или надзирателей за благочинием. Ибо римляне представили некоторых надсморщиков за народом, чтобы он не возмущался, ибо был мятежен. Ну вот здесь говорится и вошел Сатана в Иуду. Ну кто-то это заметил или нет? И он упал, что-то пена пошла из него. Ничего этого не было видно-то. А то только говорит евангелист об этом. Вошел Сатана. Вот когда сейчас говоришь, человек лживое слышит, он не проверяет, он сразу понимает, это Иуду, это явно, что Сатана. Он даже выбирать не может. Вот у нас ребятишки в лагере, когда костер идет, и там они по кругу сидят, это где у нас большое углубление такое, называем подиум. И в это время приходит кто-то из деревни. Ну я могу назвать даже, он приходит здесь. И он заходит, ни одного ребятишек не знает, и он проходит через всех, и рядом с тем сразу садится. Так. Так. А быть может, воеводами названы те, кои принадлежа к составу священническому, имели военные должности, ибо, страдая любовью к первенству, они вмешивались и в такие должности. Вот только как сейчас в Патриархе везели эти танки освещать, надо идти в полковые священники, вот они откуда идут, страдая любовью к первенству. Поэтому и назвал их воеводами храма, быть может, с тем, чтобы чувствительно из-за детих. Лука 22, 7-12. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнаца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Поедите, приготовьте нам есть пасху». Они же сказали ему, «Где велишно приготовить?» Он сказал им, «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, «Где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими?» Кто-то учителя, может быть, не знает, и как-то сердце откликнулось. «И он покажет вам горницу, большую, устланную. Там приготовьте». Толкование. Что пасха, по-еврейски называемая «фасек», означает «выход из Египта», об этом многие говорили. И вообще, все, что совершалось тогда в этот праздник, святые изъяснили. Днем опресноков называют «четверток», вечер, которого нужно было заколать пасху. Итак, в четверток, быть может, утром, Господь посылает учеников, Петра и Иоанна, одного как любящего, другого как любимого, посылает в чужой дом, ибо ни сам, ни ученики не имели собственного. Иначе он совершил бы пасху у кого-либо из учеников. Смотри, какая бедность! Некоторые говорят, что Господь не сказал имени сего человека и не объявил его, но доводит учеников до дома его по некоторому признаку, для того, чтобы предатель, узнав имя, не указал фарисеям дом сей, и они не пришли бы взять его прежде, нежели он установит вечер, прежде чем преподаст духовные свои тайны. Поэтому Христос спустя немного говорит, «Очень желал я есть с вами сию пасху прежде моего страдания, то есть я приложил все старание, чтобы нам укрыться от предателя, чтобы не подвергнуться страданию прежде времени, прежде, нежели преподам таинства. Для чего же Господь совершает пасху? Для того, чтобы всеми своими действиями до последнего издыхания доказать, что он не противник закона». Вот ты непрерывно доказывал, и нам приходится православным доказывать, вот нападают, а вы как сектанты, вы баптисты. Ну и перекрестись, покажи крестик на тебе, если можно только. И дальше. Так. «Будем же и мы есть свою пасху разумно, будем под днем опресноков разуметь всю жизнь, проводимую в духовном свете, не имеющую нисколько ветхости прежнего в прислушании водами. Проводя поистине такую жизнь, мы должны насыщаться тайными Иисусовыми. Тайные сии будут приготовлять Петр и Иоанн, деятельность и созерцание, горящая ревность и мирная кротость. Ибо верующий должен быть пламенным на совершение добра, ревностным против зла и кротким к совершающим зло. Дальше. «Ибо должно ненавидеть зло, а не делающего зло. Всего нужно лечить, ибо он страдает. Делать зло то и значит, что быть смущаемым от лукавого и страдать злобой. Вода означает благодать духа, как учит евангелист Иоанн 7,38-39, а кувшин удобосокрушимость и размягчимость сердца, ибо принимающий духовную благодать бывает смирен и сокрушен сердцем, а смиренным Господь дает благодать. Иаков 4,6 «Сознавая себя землей и пеплом и говоря с Иовом, «Ты как глину обделал меня, Иов 10,9, он будет носить благодать духа в удоборазломимом и удобосокрушимом сосуде сердца своего». Горница, то есть высокое помещение ума, то есть божественные духовные предметы, среди которых он живет и обращается с любовью. Они убраны, ибо у них нет ничего сурового, но и кривое для такого ума делается путем правым. Как и Соломон сказал, «Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Приджа 8,9.